Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфея Хайдарова. Здравствуйте. Евразийский экономический союз планирует заключать международные договоры с третьими странами. Специальные соглашения намерены подписать на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет сегодня в российском городе Сочи. Там соберутся все главы государств-членов ЕАЭС. Накануне в Сочи прибыл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. На повестке заседания 15 вопросов. Часть из них лидеры обсудят в узком составе. В частности, президенты утвердят положение о статусе государства-наблюдателя при ЕАЭС. Документом будет определяться порядок работы стран-участниц союза при поступлении обращений от государств с просьбой о предоставлении им статуса наблюдателя. Кроме того, стороны обсудят ход реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года и заслушают доклады о результатах двухлетнего членства в ЕАЭС Армении и Кыргызстана. Также президенты примут решение о включении некоторых секторов услуг в перечень по формированию единого рынка услуг. Среди них производство и демонстрация кино и видеофильмов, продажа и сдача в наемне движимости, реклама, туризм и проведение научно-исследовательских работ. Из отчетных документов будет доложено о том, как проводится работа по основным направлениям цифровой повестки, принятой в прошлом году. Здесь Сочи на уровне главгосударств, о том, как продвинулся уже. Были созданы механизмы для реализации цифровых инициатив в рамках союза, которые будут способствовать, конечно, увеличению товарооборота, оптимизации издержек бизнеса и увеличению ВВП. В целом товарооборот взаимной торговли внутри союза показывает положительную динамику, как в прошлом году, так и уже в этом году. В прошлом году взаимная торговля увеличилась более чем на 26%. За первые два месяца 2018 года увеличение составляет уже порядка 14%. Будут рассматриваться два вопроса, связанных с функционированием единого рынка услуг. Хотел бы напомнить, что решением Высшего Евразийского экономического совета в 2014 году было принято решение о переводе в формат единого рынка 43 секторов услуг. И до 2022 года мы должны в формат единого рынка перевести еще 18 секторов услуг. Сегодня мы выносим на рассмотрение 9 секторов услуг из этих 18. То есть у нас ожидается, что уже будет 51 сектор услуг в формате единого рынка. Что это означает? Это означает, что стороны не предпринимают в отношении друг друга никаких ограничений, барьеров, препятствий или изъятий в отношении данных секторов услуг. Девятый раунд переговоров по Сирии проходит в Астане. В столицу снова прибыли делегация правительства Сирии, сотрудники ООН и представители стран-гарантов прекращения огня на России, Ирана и Турции. Моя коллега Анжела Гарипова находится на переговорной площадке. Она на прямой связи. Здравствуйте, Анжела. Вам слово. Здравствуйте, да, Альфия. Переговоры уже идут. Сейчас они проходят в двустороннем и трехстороннем форматах за закрытыми дверями. Журналисты ждут, чем закончатся эти встречи. В столицу Казахстана уже прибыла делегация правительства Сирии во главе с Башаром Джафари. Присутствуют представители ООН. Ожидается, что сегодня прилетит спецпосланник генерального секретаря организации по Сирии Стефан де Мистура. Более того, сегодня ночью в аэропорту Астаны должен приземлиться борт с представителями вооруженной сирийской оппозиции. Все ожидают, что эта встреча будет очень эффективной. Анжела, что сегодня на повестке дня встречи? Как мы выяснили, в ближайшие два дня участники астанинского процессора смотрят текущую ситуацию в зонах деэскалации. Они обсудят некоторые гуманитарные вопросы, меры по укреплению доверия, а также скоординируют свои дальнейшие шаги. На завтра запланировано пленарное заседание, в рамках которого пройдет второе заседание рабочей группы по освобождению задержанных и заложников. По данным ООН, за время конфликта страну покинули более 5,5 миллионов человек. Это спровоцировало кризис беженцев. Активизировались террористические группировки, которые угрожают и соседним государствам, да и в целом будущему геополитического устройства всего Ближнего Востока. С начала астанинского процесса прошел год. Считается, что 8 раундов кардинально изменили ход событий в Сирии. Среди достижений – меморандум о создании зон деэскалации и создание рабочей группы по освобождению заложников. Роль Казахстана в этом процессе – создать условия для переговоров с участием всех заинтересованных сторон. Ну а мы продолжаем следить за сегодняшней встречей и постараемся держать вас в курсе событий. Альфия. Анжела, спасибо большое за информацию. С нами была Анжела Гарипов. Мы продолжаем. Об астанинском процессе говорят эксперты. Выбор Астаны в качестве площадки для проведения переговоров по Сирии, по их словам, обусловлен тем, что Казахстан зарекомендовал себя как миролюбивое государство, пользующееся доверием международного сообщества и поддерживающее дружеские отношения со всеми заинтересованными сторонами. Во многом благодаря этому, несмотря на все имеющиеся противоречия, впервые с момента начала конфликта в 2011 году представители сирийского правительства и ее вооруженной оппозиции сели за стол переговоров. В Астане идет важный девятый раунд межсирийских переговоров. Дело в том, что до этого все знали, какие были атаки между собой, обвинения. Это был очень сложный процесс для того, чтобы они могли к какому-то консенсусу прийти. Но то, что стороны сами инициировали и договорились встретиться в Астане, решит не только вопросы военного урегулирования, но и политического урегулирования, вопросы гуманитарного урегулирования, потому что это идет на самом деле гуманитарная катастрофа. И самое главное, что все инициативы Казахстана, президента Назарбаева, которые касались этих вопросов, они принимаются во внимание. Угрупнение капитала в мире достигло сегодня исторического максимума, говорят аналитики. При этом развитие цифровых технологий не уменьшает, а усиливает социальное неравенство, а из-за технического прогресса в ближайшие годы работу могут потерять свыше 5 миллионов человек. Времени на поиск решений остается все меньше. Больше беднеющий средний класс и иммиграционный кризис все больше усложняет условия жизни в мире. Продолжение темы в репортаже нашего СОПКОРа Жанат Эрнст. Социальное неравенство и иммиграционный кризис – главные проблемы, волнующие западных политиков и бизнесменов сегодня. Эти темы заявляются как одни из основных рисков докладок Всемирного экономического форума и Всемирного банка, а также на различных диалоговых площадках. В Евросоюзе кризис с беженцами не могут разрешить вот уже несколько лет. Германия тратит на это до 55 миллиардов евро в год. В Брюсселе решения на бумаге принимаются почти на каждом саммите глав государств Евросоюза по этой теме. Но ВОЗ, как говорится, и ныне там. Бедность и неустроенность – вот что заставляет сотни тысяч человек искать счастье в Старом Свете. Среди тех, кто едет в Европу за лучшей жизнью, очень много так называемых экономических мигрантов. И тех, кто вместе с доморощенными радикалистами угрожают безопасности в Евросоюзе. Достаточно вспомнить последние теракты в Париже, Брюсселе, Берлине и Ницце. Если говорить об общей борьбе с террором, то странам остро необходимо обмениваться информацией. Потому что когда в одном месте намечают провести теракт, в другом месте обмен информацией чрезвычайно важен. Французский город Канны – один из самых видеонаблюдаемых по всей Пятой Республике. В маленьком городе с населением в 75 тысяч человек действует сеть в более чем 600 видеокамер. Муниципальная полицейская служба города – одна из самых многочисленных по всей Франции. Разведки зла, которые используют террористы, всегда придумывают сценарии с лазейками в системах безопасности. Канны – город, принимающий мероприятия мирового масштаба. И мы никогда не задумывались об ограничениях въезда к нам гостей. Поэтому, начиная с 2015 года, еще до парижских терактов, мы запросили международный аудит по безопасности. Эксперты со всего мира определили проблемы, чтобы устранить лазейки для террористов. Все они направлены на усиление мер безопасности, чтобы избежать повторения драмы Ниццы в нашем городе. Мы, жители Канны, очень стойкие. То, что произошло в Ницце, никогда не должно повториться. Власти предусмотрели все так, чтобы никто не мог заехать на автомобиле или грузовике. Я был в Ницце, когда случился теракт 14 июля, и после этого везде были приняты меры повышенной безопасности. Проблема может случиться сегодня в любой точке мира, но в Каннах безопасность сильно обеспечена. При этом мы не чувствуем ни давления, ни излишнего контроля. Небольшой переход от нищеты в бедности, около 700 миллионов человек в мире, совпал с развитием цифровых технологий. И теперь любой желающий может прочитать в интернете, что где-то в Европе можно получить статус беженца и хорошее ежемесячное пособие. Но и в странах золотого миллиарда идут процессы, которые закладывают бомбу не меньше разрушительной силы. Средний класс постепенно сокращается. Социсследования показывают, что число людей со средними доходами составляет уже меньше половины всего населения планеты. Часть среднего класса перешла в группу с низкими доходами. Неравенство достигло невероятного уровня. Согласно исследованию Международной гуманитарной организации Oxfam, благосостояние всего лишь 1% самых богатых людей на Земле примерно равно доходу остального населения планеты. Эксперты считают, что рецепты борьбы с неравенством просты. Глобальное решение миграционных проблем и распространение терроризма в улучшении условий предпринимательства, в инвестициях в образование и здоровье людей, а также в повышении качества госуправления. Женат Эрны Жумар Тахметов, Хабар 24, Канны, Франция. Global Challenge Summit примет участие международный специалист в области будущего городов и информационных технологий, доктор Энтони Таунсенд. Его первая книга была опубликована в 2013 году. Она посвящена умным городам, большим данным, хакерам и новой эре утопии. Энтони Таунсенд основал консалдинговое агентство «Частицы и атомы», которое занимается технологическим градоустройством. В список его клиентов входят такие организации, как Sidewalk Labs, Bloomberg, Arup, Интерамериканский банк развития и многие другие. Исследовательская работа доктора посвящена будущему мобильных технологий и большим данным. На АЭФ эксперт примет участие в панельной сессии «Мир городов». В одной из дискуссий он выступит модератором, а в другой – спикером, где представит свой доклад на тему Urban Tech. Нобелевский лауреат Раек Вон Чунг предлагает спроектировать эко-город в Казахстане. По мнению эксперта, в области изменения климата в нашей стране можно делать акцент на переработке или транспортировке отходов. Центральная Азия нуждается в уникальном эко-городе, убежден специалист. Раек Вон Чунг приедет в Астану для участия в экономическом форуме. Всемирно известный ученый побеседовал с нашим специальным корреспондентом в Южной Корее, которому рассказал о своем видении будущего зеленой энергетики. Подробнее об этом сегодня в программе интервью на нашем телеканале в 2020. Поэтому я предлагаю вам сделать свою новую версию эко-города, который будет отличаться от других. Такие эко-города уже существуют, например, в Корее, в Европе. И у каждого из них свой уникальный стиль, который отличает их от остальных. Поэтому думаю, что такой же город нужен и в Центральной Азии. Я думаю, что можно построить такой город, применяя именно ваши уникальные климатические условия. Далее о событиях в мире. В Индонезии прогремел четвертый за последние два дня взрыв. Погибли не менее семи человек. Инцидент произошел у полицейского участка во втором по величине городе страны Сурабае. По данным СМИ, к зданию подъехали два мотоцикла, после чего один из них взорвался. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Накануне в этом городе произошел тройной теракт. По данным полиции, исполнителями оказались целая семья из шести человек, которые были связаны с Тегил. Отец протаранил ворота одной церкви на заминированном автомобиле. Взрыв в другой устроили мать и две несовершеннолетние дочери. Двое сыновей 18 и 16 лет напали на третий храм, выехав туда на мотоцикле. Число жертв увеличилось до 17, 45 человек получили ранения. Отмечу, что взрывы произошли спустя несколько дней после того, как заключенные боевики убили пять членов контртеррористического отряда во время 36-часового противостояния в тюрьме строгого режима в Джакарте. Как полагают представители службы безопасности страны, атаки могут быть следствием этого конфликта. Тегил ответственный из-за нападения в афганском Джалалабаде. Об этом сообщает агентство Reuters. Напомню, вооруженное нападение в провинции Нангархар произошло накануне. Сначала террорист-смертник подорвал себя у ворот таможенного департамента в центре города. Затем несколько боевиков атаковали здания. Столкновения между силами безопасности и нападавшими продолжались в течение нескольких часов. Жертвами атаки по последним данным стали 9 человек, еще 36 получили ранения. В Тубелесе прошли массовые акции протеста. Одна началась после крупной спецоперации по задержанию наркоторговцев в нескольких ночных клубах. В выходные на проспект Аруставели вышла группа протестующих, которые выступили против силовых действий полиции. Этот митинг прозвали восстанием тусовщиков. А вот накануне их оппоненты потребовали запретить распространение и пропаганду запрещенных препаратов. И призвали клубных завсегдатов мирно разойтись. С подробностями с места событий наш корреспондент Татья Дженни Бегашвили. Здесь на проспекте Аруставели собрались тысячи людей. Проходят сразу две акции. Слева от меня перед зданием парламента продолжается митинг молодежи. А справа контракция простых горожан, возмущенных поведением молодого поколения. На месте мобилизован спецназ, сотни полицейских, спецтехника и бригады скорой помощи. Экипажи патрульной полиции перекрыли центральные улицы. Правоохранители делают все, чтобы не допустить столкновений среди участников акции, которые неоднократно пытались прорвать полицейские кордоны. У нас растут дети, и мы пришли сюда именно ради них и их будущего. Какой пример они видят? Это же безобразие. Мы призываем молодых людей опомниться и прекратить пропагандировать грех. Я пришел сюда не защищать наркоторговцев. Я здесь ради идей. Я не хочу, чтобы во время танца в клубе врывался спецназ и выдворял меня с применением силы. Мы хотим, чтобы власти пересмотрели отношения к наркополитике. Чтобы людей из-за приема мелких наркотиков не сажали в тюрьмы на 20 лет. Немного разрядить ситуацию удалось лишь после появления министра внутренних дел. Спустя час переговоров с лидерами молодежного митинга Георгий Гахария публично извинился перед толпой. Давайте тогда начнем с извинений. Извините. Я приношу извинения не только от своего имени. Если со стороны какого-то представителя Министерства внутренних дел был создан риск для вашей безопасности. Я со своей стороны обещаю, что в 10 часов утра вместе с вашими представителями, которых вы выберете, детально рассмотрю каждую минуту пятничного дня и права всех тех людей, чьи были нарушены, будут восстановлены. Участники так называемой клубной акции решили взять тайм-аут на неделю. По их словам, если все обещания со стороны чиновников не будут выполнены, они продолжат массовый протест. Напомню, что спецоперация по задержанию наркореализаторов в ночных клубах города, которая и стала причиной бунта молодежи, прошла в столице Грузии в ночь с пятницы по субботу. В результате задержаны 8 торговцев наркотиками. Свыше 30 человек погибли в Индии в результате гроз, сопровождавшихся ливнями и сильным ветром. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные власти. Непогода ударила по большей части субконтинента. Пострадали Западная Бенгалия, Дели, штат Антхар-Прадеш и Тилингана. Больше всего стихия коснулась штата Уттер-Прадеш, где с начала мая жертвами песчаных бурь и проливных дождей стали порядка 100 человек. На Гавайях власти объявили об эвакуации еще одного населенного пункта причины увеличения числа вулканических трещин после извержения вулкана Килауэ. Отмечается, что огромная трещина возникла даже на территории частной собственности. Между тем, в связи с продолжающейся сейсмической активностью в районе возвышенности по-прежнему перекрыто движение на участках шести автомобильных дорог. На прошлой неделе губернатор штата объявил район Пуна зоной стихийного бедствия. Дональд Трамп отправил финансовую помощь штату. При этом эксперты отмечают, что вероятность повторного извержения по-прежнему остается высокой. Модернизация сельских библиотек читальные залы переводят в новый формат работы. Их переоборудуют в площадки для проведения повседневного досуга. Наиболее популярная форма каворкинг-центр – коллективный офис для организации удобного и свободного рабочего пространства. Здесь можно не только почитать книги, но и поиграть в настольные игры и просто пообщаться за чашкой кофе. Первые каворкинг-центры в читальных залах открылись в Поводарской области. Жители села Черное Лебяжинского района потянулись в сельскую библиотеку. Она теперь работает в совершенно ином формате. Модернизация позволила создать здесь очаг для свободного общения с интернетом, настольными играми и бесплатным кофе. Мы даже не ожидали увидеть такое. Пришли, а здесь все совсем по-другому. Помню, в молодости мы собирались у кого-нибудь дома и играли в домино и лото. Теперь можно поиграть в каворкинг-центре, а заодно и почитать книги. Интересно придумали. Эта библиотека – одна из первых в районе освоила цифровой формат работы. Уже почти месяц сотрудники переводят книги в электронные каталоги. Читатели говорят, это удобно и экономит много времени, чтобы найти ту или иную книгу. Цифровизация охватывает все больше сельских библиотек. На сегодняшний день отцифровано 2732 статьи и книг. В сельских округах работает программа «Рабис». То есть через каталогизатор каждый, любой желающий, может поработать. К идее создать в библиотеке каворкинг-центр по-другому подошли в районном центре. В селе Ахку по соседству с читальным залом открыли «Каворкинг-бэйби». Это место для детского творчества, общения и развития интеллектуальных способностей. Мы здесь можем идти, например, пообщаться, найти информацию в интернете, рефераты делать, доклады. Здесь много интеллектуальных игр, например, как шахматы. Если что, здесь можно найти себе соперника, например, если ты играешь в шахматы, но у тебя нет соперника. Или поиграть со своими друзьями или одноклассниками. Модернизация сельских библиотек уже ведется в 10 районах области. На новый формат работы скоро перейдут и три городские библиотеки. Эту работу мы намерены завершить до октября месяца. Вместе с этим мы будем активно внедрять в сельских библиотеках создание каворкинг-центров. Открытие каворкинг-центров полностью возьмут на себя спонсоры. Мир Булабишев, Саматас Панов, Алексей Мельницкий. Из Паладарской области. Хабар, 24. Напомню, эти и другие новости доступны на нашем сайте 24КЗ. К данному часу у нас пока все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»